Всем привет! Меня зовут Константин Сыровой, я тренер по футболу. Сегодня мы с Данилом вам покажем упражнения для разминки, для занятий футбола. Это основное упражнение, несколько упражнений, которые нужны, чтобы подготовить организм к последующим нагрузкам. Первое упражнение у нас это бег на месте. Сейчас можно без мяча. Здесь у нас работают обязательно, смотрите, руки должны работать и ножки с носки на пяточку. Итак, 2-3 минуты мы делаем это упражнение. Хорошо. Следующее упражнение, это мы начинаем разминку сверху вниз. Это упражнение называется вращение головой вправо-влево. 4 упражнения в одну сторону, 4 движения в другую сторону. Так делаем 3-4 раза. Хорошо. Следующее упражнение, это вращение руками прямыми вперед, 4 вперед и 4 вращения назад. То же самое мы каждое упражнение повторяем 3-4 раза. Следующее упражнение Данил нам показывает, это переменное вращение руками вперед-назад левой-правой рукой. Упражнение на координацию. Молодец. Следующее у нас идет упражнение вращения тазом, круговое вращение тазом. Это мы разминаем мышцы спины, тазобедленный сустав разминаем. Сейчас выполняем наклоны вправо-влево, прямыми руками наклоняемся к стопе в одну сторону, 4 в другую сторону. То же самое мы делаем 3-4 раза каждое движение. Следующее упражнение, это мы с вами переходим на разминку мышц спины. Заводим локоть за плечо и надавливаем его. У нас тянутся мышцы спины, мышцы косые пресса в одну сторону. И то же самое 3-4 раза выполняем. Потом выполняем упражнение на ноги. Первое упражнение, это мы сгибаем ногу в колени и подводим ее к груди двумя ножками. Да, двумя руками. Одной ногой, другой. Теперь делаем, заводим голень, касаемся пяткой до ягодицы. За спину, повернись боком, чтобы тебе было видно. Одной ногой и выполняем это другой ногой. Теперь сгибаем ногу в колени вовнутрь. Вовнутрь у нас, да. И поднимаем, вот мы надавливаем на коленочку, поднимаем стопу вверх одной ногой и потом делаем другой ногой. Хорошо. Следующее упражнение у нас идет, это наклоны вперед. Мы выполняем разминку мышц спины и задней поверхности бедра. Обязательно обратите внимание на колени, они не должны у вас сгибаться. Хорошо. Теперь присаживаемся на одно колено. Руку заводим за ножку с внутренней стороны стопы и тянем паховые мышцы. Вначале одной ногой, потом делаем на другую ногу. Теперь также стоим на колени, ножку в сторону, да, и тянем заднюю поверхность бедра. Тянемся рукой до носка, носочек тянем на себя, делаем, потом делаем другой ногой то же самое. Эти все движения мы повторяем 10-12 раз. Также остановимся на коленке, остаемся, ножку в сторону. Теперь разорачиваем стопу вперед и наклоняемся головой, касаемся пола. Руками... Нет, вот, да. Вот, тянемся. У вас приводящие мышцы бедра тянутся. То же самое. Хорошо. Теперь мы выполняем упражнение сидя. Заднюю поверхность бедра. Наклоняемся, наклоняемся. Хорошо. Следующее упражнение, остаемся также сидя. Упражнение называется бабочка. Стопы соединили вместе и руками давим на коленку. У вас тянутся мышцы паха. Это основные мышцы, которые задействованы во время удара по мячу. Встаем. Теперь следующее у нас упражнение называется выпады. Да? Одну ножку вперед и приседаем. Да? Можно боком повернуться до него, чтобы было видно. Вот такие пружинищие движения на каждую ногу мы выполняем 10-12 раз. Хорошо. Теперь следующее упражнение у нас вращение в коленных суставах. Ножки, руки положили на колени. Положили на колени руки. И вращаем в разные стороны колени. Вначале наружу, потом вовнутрь. То же самое мы повторяем несколько раз. 8-10 достаточно. Следующее упражнение также руки кладем на колени. И ножки вместе. Вращение в коленных суставах вправо-влево. Хорошо. Следующее упражнение это разминка голеностопного сустава. Ставим ножку на носок. И вращаем вправо-влево. Круговые движения делаем в голеностопном суставе. Это мышцы основные для владения мячом, которые нам нужны. Суставы голеностопные. Он у нас должен быть очень хорошо разогрет, чтобы не подтянуть его во время дальнейших наших упражнений. Следующее упражнение это ходьба на внешней стороне стопы. Точно так же развернули. И ходим вперед-назад. Разминаемся. Теперь перекатываем вправо-влево. Теперь становимся на внутреннюю сторону стопы. И также перекатываемся вправо-влево. Хорошо. Это базовый набор упражнений, которые нам необходим для того, чтобы подогреть, разогреть наш организм для последующих нагрузок. Следующее, что мы с вами сделаем, это беговые упражнения. Становишься ближе к стеночке туда. Первое упражнение это бег приставными шагами лицом вперед на полусогнутых ножках. Можно теперь лицом на камеру сделать. Точно так же лицом вперед. Ручки должны быть расслаблены. У нас опущены руки. Не надо быть скованным в своих движениях. И делаем то же самое движение назад. Хорошо. Теперь делаем приставными шагами движения с лобком руками вверху. В одну сторону, в другую. Хорошо. Следующее упражнение это бег с высоким подниманием беда. Тоже от стены ко мне двигаешься. И обратно, медленно бегом вращаемся. Значит здесь очень важно понимать, что у нас колено поднимается высоко вверх. Не низко поднимаем, а высоко. Спинку держим прямо. Не наклоняем ее вперед. Следующее упражнение это бег захлест голень называется. У нас боком повернись, чтобы было видно. Вы видите, у нас бедро не выносится вперед. Одна прямая линия. Только голень поднимается назад. Хорошо. Следующее упражнение это бег стопой вовнутрь. Мы поднимаем ножку, сгибаем в коленке. Да. Стопой вовнутрь. Выше поднимаем практически до уровня пояса. Надо попытаться поднять стопу. Следующее это бег стопой наружу. Поднимаем стопу. Наружную часть. Хорошо. Теперь мы делаем скрестный бег. Здесь у нас очень важно обратить внимание. Одна нога становится впереди, потом становится за другой опорной ногой. Вот такое движение мы делаем скрестный бег. Следующее упражнение это оленьий бег, так называемый. Когда мы высоко поднимаем колено вверх во время прыжка. Все, теперь для заключительного упражнения мы выполним с вами пару рывков от стеночки. Данил, отходи. Да. И рывок, то есть мы максимально быстро начинаем бежать с места, с самых первых секунд. Пробегает до меня. Да. И обратно. Еще раз. Все, спасибо. Вот сегодня мы вам показали комплекс упражнений для разминки, который вам необходим, чтобы подготовить организм для последующих занятий тренировками футбола. Спасибо большое. До свидания.